12 тур. Позиции лидеров остались незыблемыми, под прежнему. Впереди у нас Магнус Карлсон и его преследует целая группа участников. Это Аранян и вот его догнали Анант, Круана, Томашевский и Югенгу из Китая. То есть такая интернациональная бригада, 5 преследователей и 1 чемпион мира. Сейчас в 12 туре состоится эпохальная встреча Магнуса Карлсона против Ананда. Прошлые и будущие участники чемпионского матча. То есть понятно, что к встрече этих шахматистов приковано внимание всего мира. Ну и вот наш герой Евгений Томашевский из Саратова, который сейчас является единственным россиянином среди преследователей, кстати, подтянулся Морозевич. Вот что интересно, у нас ведь наверху кто был из россиян Непомнящий, Ковякин, Свидлер и Грещук. Так вот они сейчас все немножечко откатились и Томашевский сейчас из наших, из российских шахматистов впереди, а Морозевич на полочка сзади. То есть Саша молодец, воспрял после неудачи. Вот видите, сейчас он на ваших экранах будет сражаться против Таймура Раджабова. Контрвайв встречи. Тот, кто выиграет в этой партии, тот будет участвовать в том числе в борьбе за самые-самые первые призы. Но прежде всего самое основное внимание уделяем, конечно же, чемпионской паре Карлсон Ананд. Ананда, конечно, тяжело бороться против молодого соперника. Проиграл ему бесславно, совершенно бесславно проиграл матч в Чиннай. И сейчас будет новый матч. Я так думаю, что состоится он в Сочи. Очень недавно прошла такая информация, что Россия это запасной аэродром. Все-таки Кирсан Николаевич Алимжинов имеет хорошие связи в российском бизнесе. И есть небольшие неполадки с видеокартинкой. Но ничего, я продолжаю. Так вот, норвежцы проводят Олимпиаду, а чемпионский матч проводить не хотят. Ну вот, соответственно, скорее всего, матч будет проведен в Сочи, как обычно, на наши российские деньги. Ну вот, получается, что самая шахматная страна в мире худо-бедно поддерживает все-таки какую-то жизнь. Если помните, матч Ананд Гельфин был проведен в Москве, хотя это и тот, и другой не россияне. Ну вот теперь, видимо, и нынешних тоже соискателей борцов за титул тоже приютит Россию. Ну, надеюсь, что в Сочи матч пройдет на высшем уровне. Там прошла зимняя Олимпиада с колоссальным успехом. Все привлекали ей крах, катастрофу, ну, включая Гарри Каспарова. То есть, очень много скептиков было буквально накануне Олимпиады, а все помнят, с каким шиком и блеском прошла эта Олимпиада. И многим, я надеюсь, запомнился. Вот я думаю, что и шахматистам там будет хорошо. Благо, для нас не нужно каких-то огромных инфраструктур, нам нужен просто хороший зал, приличные условия для проживания и для зрителей. Ну и, соответственно, надо, чтобы был хороший призовой фонд. Итак, Магнус Карлсон играет разменную славянку. Слон Ф4, идея в том, что не ставят коня на Ф3. Е3, да, вот здесь есть такая хитрая схема, что конь на Е2 может пойти, если что. Ладья Ц1, да, вот белые хитрят на королевском фланге. Это тонкая схема, в которой, понятное дело, что есть кое-какие тонкости. Сейчас вот эти внешне сухие, простые позиции шахматисты изучают до очень большой глубины и пытаются извлечь какую-то воду из этих внешне бесплодных ландшафтов. Так, ладья Ц8, вот черные опять тоже не определяются с развитием королевского фланга, ждут. Вот теперь надо определиться Магнусу, то есть куда идет слон Ф1, куда идет конь с Ж1. Конь Ф3, ну это уже переход к обычным схемам, сейчас просто Е6 и получается абсолютная симметрия. Ну, кстати, ничего лучше ты не придумаешь. Е6 и дальше там слон Б5, конь Д7, все как по писанному. Ну, если слон Б5, А6, тогда можно разменяться на С6, конь Е5 и дальше как-то белые начинают прыгать, атаковать. Хотя тоже надо изучать, все-таки слон-то идет на размен и насколько этот размен адекватен. Ну, Ф3, кстати, атакуем пешку Б7, смотрим, смотрим, кстати, на поведение черных. Если черные играют в Ф6, размен-размен, там пешка на Б6 все-таки слабость, там потом можно сыграть А3, никого никуда не пустить, и с пешкой Б6 могут быть некоторые трудности. Так что вот первую проблему создает перед соперником Магнус и посмотрим, как решит ее экс-чемпион мира, вот который сейчас на ваших экранах. К сожалению, у нас из Дубаи картинка иногда начинает портиться. Дело в том, что в Дубае, вы не поверите, дорогие друзья, слабый интернет. Вот очень много денег у наших арабских друзей из Объединенных Арабских Эмиратов, но вот проблему с интернетом оперативно решить не удается. Видимо, недооценили они все-таки требования к шахматной картинке, ну и, возможно, наплыв зрителей, которые смотрят сейчас нашу трансляцию. Ну что, слон Б4, ход, в принципе, нормальный, развивающий, но после А2, А3, судя по всему, придется черным разменивать слонов. Слона на С3, а это, согласитесь, будет достаточно серьезная уступка. Так что, я думаю, с большим удовольствием это Магнус примет этого слона под белые руки, ну то есть под черные. Магнус не выиграет у Карлсона. Ой, Магнус у Карлсона, Магнус у Виши, простите, да? Немножко зарапортовался, это бывает. Тогда, конечно, его обязательно кто-нибудь догонит. Ну, так, еще какие пары? Все-таки Круана Томашевский. Круана может и Томашевского скушать вслед за Свидлером. И интересная партия Юян Гуй против Ароняна. Вот. Ну, вот есть, конечно, подозрение, что китайский шахматист забрался слишком высоко, но парень-то все-таки достаточно сильный и цепкий. Я, кстати, вчера разговаривал с Александром Сергеевичем Никитином, нашим замечательным легендарным тренером. Он смотрел кое-какие партии. Вот ему, например, понравилось, как китайский шахматист одолел Свидлера. Смотрел партию. Вроде бы такой не совсем серьезный контроль по 15 минут, но иногда получается классная партия. И вот Никитину понравилось, как китайский парень четко использовал неточность Свидлера и победил в такой классной, хорошей манере. Хотя обычно Александр Сергеевич довольно строг. И, ну, скажем, партии турнира претендентов и других важных соревнований критикуют. Говорит, что много ошибок допускают. А тут в кои-то веки я услышал комплимент, но это дорогого стоит. Ну что, Магнус, почему-то он А3 не играет, что-то его смущает. Что-то его здесь смущает. Ну, слом Б5, наверное, не создает каких-то серьезных угроз. Там просто 2-0 можно сыграть. Конь тогда С6 не связан. На слом Б6 уже будет размен на С3. Ну, помимо того, что еще и Ферс А5 есть ход. Смотрите, как много времени тратит Магнус. Видно, что он пытается творить. И это творчество дается ему непросто. Конь Е5, конечно, еще есть выпад. Но, опять-таки, там есть просто рокировка. Так или иначе, размены, которые потом произойдут, не должны доставить черным большого беспокойства. Все-таки за счет развития хорошего у них должно быть неплохо. Вот. Ну, а, видимо, что касается хода А3. Слон С3, ладья С3, конь Е4. Там возникает проблема с ладьей. И где-то можно наткнуться на удар. Просто конь С6 куда-то прыгнет ненароком. В общем, не хватает немножко белых развитий. Вот такая вот Селяви. Вот он, Анант. Вот он, легендарный чемпион. Уже 25 лет находится на арене. На самом высоком уровне играет шахматист. Ну, сейчас у него, можно сказать, ренессанс, эпоха Возрождения. Потому что последние 4-5 лет он пребывал в таком состоянии затухающего фитиля. Который горел все слабее и слабее. И уже так еле-еле мерцал. И вот после того, как он проиграл матч в Чинной, в общем-то, общественное мнение по большому счету похоронил. Уже сошлись во мнении, что не хватает у него амбиции, мотивации. Видимо, уже такой просто постаревший, сытый, усталый человек. Но выяснилось, что все-таки есть еще амбиции. Есть еще и порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Так что поборется Анант за мировое первенство вновь. Я надеюсь, что он выиграет еще хотя бы один супер-турнир. Но вот чтобы супер-турнир выиграть, надо действительно мотивацию откуда-то брать. Вот ради чемпионского матча, видите, он собрался, напрягся. Но я надеюсь, что и в супер-турнирах все-таки он еще когда-нибудь блеснет. А то сейчас за победу борются молодые и действительно очень мотивированные игроки. Корякин, Карлсон, Арнян и другие. Ну что, Магнус, пора делать какой-то ход. Но пока мы можем открыть диаграмму и посмотреть, что происходит в партии. Ну, например, Круана Томашевски. Давайте посмотрим. Ну, здесь довольно солидная такая, солидная испанка. И еще раз повторяю, Круана играет белыми, Томашевски черными. Ну, слом Б5 все-таки сыграл Магнус. Действительно, решил, что развитие важнее всего. А я быстренько проматываю партию Круана Томашевски. Ну, здесь довольно спокойный вариант. Размен на Е5. И здесь начинается игра по пунктам. Женя Томашевский очень хороший опыт игры в испанской партии. Он прекрасно чувствует все эти варианты. Ну, и я надеюсь, что в плане теории он ни в чем не должен наступить итальянскому гроссмейстеру. Ну, понятное дело, что у итальянцев уже сейчас значительно выше опыт борьбы в элитной кампании. Но Томашевски сам немножко постарше. Я надеюсь, что Женя справится. Ну, в данной ситуации вот задвижка пешки на А5 как раз ведет к интересным коллизиям. Здесь можно слона на С4 поставить. Коня на Б3, ферзь Е2. Пешка на А6 слабая. Она мешает, наверное, черным как-то развиваться. Но можно слона на Б7 поставить, я вот думаю, Жене Томашевскому. Ну, слон Б7, ферзь Е7, вот так как-то расставляться, ладьи по центру. Мне кажется, не должно быть каких-то серьезных реальных проблем. Ну, а Нанд задумался после хода слона Б5. Я думаю, что ответ 2-0 это первое, что ему приходит в голову. Потому что все-таки подвисает там слон на Б4. Мне кажется, что надо реагировать. Ну, пока вот пауза. Я позволю себе тоже опять-таки расширять темы для разговора. Ну, что, о шахматной политике будем говорить еще долго и всерьез. Потому что шахматную олимпиаду в Тромсе я буду комментировать обязательно. Вот наше новосозданное российское шахматное телевидение. Обязательно будем вести трансляции. Ну, вот не знаю. Мне кажется, июль может получиться у нас достаточно пустеньким. Потому что вот таких четких планов у нас нет, честно говоря. Но я надеюсь, что опять-таки что-то придумаем. Не дадим скучать с шахматным зрителем. На олимпиаду, конечно, собираются ехать все чиновники ФИДа. И все конкуренты в борьбе за власть. Это будет очень интересная битва. Ну, и, конечно, шахматное зрелище будет тоже очень яркое и большое. Я бывал в Тромсе. И, в общем, город, конечно, замечательный. Природа отличная. Лето там вообще. Летом очень хорошо и светло. Я был в Тромсе как раз в конце июня. И там просто в 12 ночи солнце стоит над горизонтом. То есть солнце вообще не садится. Оно работает круглосуточно, как наши магазины 24 часа. И освещает окрестности очень тепло и хорошо, уютно. Ну, а в декабре там, соответственно, вечная ночь. Это за полярным кругом. Именно там будет проходить выбор президента ФИДа и спортивная борьба на шахматной олимпиаде. А что у нас в июле будет? Дортмунд, как обычно. Биль, как обычно. То есть вот такие стандартные многовековые, я бы сказал, турниры. Ну, Биль. Раньше там играл Карлсон и было очень интересно. Сейчас, если Карлсон не будет играть, конечно, будет немножко не такой интерес. Ну, а в Дортмунде ждем Владимира Крамника, как обычно. Когда приезжает Дортмунд, он сразу становится собой прежним и будет выигрывать в 125-й раз этот турнир, я надеюсь. Вот. Ну что, задумался теперь Анант. Видимо, он решил поддержать почин соперника, который три минуты целых думал. Так, почему у нас ходы сейчас не идут? Неужели Круана с Томашевским тоже так долго думают? Честно говоря, довольно странно. Позиция не такая, которая располагает к долгим раздумиям. Мне кажется, что черные способны здесь делать какие-то развивающие движения без таких уж больших задумчивостей. Ну, давайте я посмотрю, что здесь происходит. Может быть, вспомогательные средства помогут мне понять, что происходит в партиях. Так, Круана, Томашевский. Да, вы знаете, просто трансляция, судя по всему, не идет. Ну, надо подождать. Ну, вот на видеокартинке, во всяком случае, мы видим центральную партию дня. Я, честно говоря, немножко разочарован ходом дебюта. Я надеялся, что будет более какая-то интригующая схватка. А здесь, видите, абсолютно симметричная структура. Просто взял на ЦТ. Даже не стал мудрить Анант. Ну что, ладьей взять? А, если взять ладьей, то конь Е4. Вот какой нюанс. Конь Е4. Знаете, очень простая идея Ананда. Он хочет на А5 выдать один шаг. Шаг ферзем. И это действительно достаточно может оказаться неприятно для белого короля. Ну, а что, собственно, делать? Вот ладья ЦТ, конь Е4. Размен на Ц6. Ну, можно сделать. Все равно БЦ сыграл. Ладья должна уходить. И ферзь опять шаг. Ну, вот так. Мелкая, но все-таки неприятность. Пустяк. Вроде пустяк, а не пустяк. Ну, поэтому над ходом БЦ, наверное, задумывается сейчас Магнус. Ну, БЦ, конечно, серьезное изменение структуры. В этом случае черные сыграют 2-0. А потом кони А5 начнут работать с пунктом С4. То есть, здесь получается, что, ну, скорее всего, уравенство. Да, БЦ, я думаю, 2-0. И просто слон бьет Ц6 следующий ход будет. Вот. Чтобы конь через А5 не пошел. Сейчас 2-0. Практически неизбежный ход. Да. И черные собираются сыграть конь А5. Вот. Я, кстати, не уверен, что вот здесь надо белый маркировать. Потому что как-то у черных очень простая стратегическая игра. На слабость полей Ц4, Е4. А слон С6, наверное, самое надежное. Если ладья Ц6, то все-таки на Б7 можно взять. А если БЦ, ну, тогда вот, кстати, может быть, там чуть-чуть поприятнее белых будет, я думаю. Давайте слон С6, БЦ, 2-0. Да нет. Ну, в принципе, то же самое. Ферз на А5 вышел. И абсолютно сухая, сухая, равная такая простая игра. Забавно, что на вертикаль Б никто не сможет вывести ладью. Слон Ф4, видите, контролирует поле Б8. А слон Ф5 контролирует поле Б1. То есть, очень сложно открытую линию занять ладьями. Вот. Ну, хорошо. Надо тогда, как-то, видимо, перевести фокус зрения на другую партию. Так, ну что? Аш3, ферзь Е7 все-таки сыграл Женя Томашевский. Ферзь Е2 и слон Е6. То есть, до того, как белые поставили слона Ц4, Томашевский пользуется случаем и ставит слона Е6, чтобы как раз пешка А6 не испытывать проблем. Ну, достаточно грамотные, разумные действия. Ну, вот я так полагаю, что серьезных проблем у черных быть не должно. Ну, вот как раз, судя по всему, Карвана и не строил каких-то наполеоновских планов на дебют. Собирался просто аккуратно выйти из этой стадии и потом немножко поиграть в шахматы. Ну, а в целом, я уверен, что итальянец настроен агрессивно. Ну, а вот Магнус, видим, скучает. Да, скучает, скучает парень. Хочет обыграть, конечно, своего принципиального соперника, но что-то как-то не складывается. Да, просто взял на Ц6, ну, совершенно очевидное решение, но в противном случае, если бы он этого не сделал, то мог бы получить просто хуже белыми. Это не хочется. Итак, БЦ и 2-0, ну, вот получается такая сухая, сухая. А, ладья Ц6? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, агрессивно настроен, агрессивно настроен Виши. То есть, он допускает взятие на Б7 и собирается дальше как-то атаковать. Ну, что, любопытно, любопытное решение. Так, значит, это у нас вот Каруана сейчас задумался. Я просто попробую прикинуть пару вариантов. Так, значит, допустим, Ферзь Б7. Ну, в принципе, черные могут себе позволить даже неторопливо какой-то позиционно отыгрывать эту пешку. Ну, не знаю, можно Ферзь Ц8, наверное, сыграть с идеей взять на Ц3. Ферзь А7 и Ферзь Владебец Ц3 просто опасны для белых. А если взять на Ц8, взяли-взяли. Ну, а что тут, скажешь? Король Д2 нет за Конь Е4. Два нуля тогда взяли на Ц3 у Черной на шаг впереди. Ну, кстати... А, подождите, вот здесь, наверное, можно Ферзь Б2 сыграть. Конь Е4, допустим, два нуля. И кто-то на Ц3 берет. Так, а не хуже ли у белых? Очень интересный вопрос. В общем, Анант разыграл дебют очень крепко, надежно. Ну, а Магнус где-то, видимо, перешел к творческой игре. И не знаю. Ну, конечно, уравняет сейчас. Я думаю, что никаких проблем не будет больших. Но все-таки видно, что дебют там чемпиону мира не удался. И экс-чемпиону мира, соответственно, удается решить проблемы без каких-то особых сомнений. Да, да. Ну, так и сделал Магнус Карлсон. Взял на Б7. Я ожидаю ухода Ферзь С8. Мне кажется, что довольно скоро позиция будет разгружаться. И, в общем, мир дружбы. Мир дружбы прекратить огонь. Прямо как по Высоцкому. Так, тем временем, наша заботливая хозяйка Денислав Нечай и пару плюшек. Это большой праздник на моей улице. Так что сейчас мое настроение резко поднимется. Ну, конечно, после вчерашнего футбольного матча поднять настроение всерьез нужны более сильнодействующие средства. Но всему свое время. Возвращаясь к футболу, могу сказать, что страшного-то ничего не произошло. Да, мы не обыграли одну из слабейших команд чемпионата. Но ничего, потеряли очки. Значит, злее будем в матче с Бельгией. Значит, разорвем Алжир со счетом по 15-0. Ну, ничего. Значит, выползем из группы. Займем второе место. Попадем на немцев. Проиграем им достойно. И отправимся домой. Вот такой план действий я предлагаю. Ну, кстати, Анан действует в строгом соответствии с моими предписаниями. Разменялись на С8. Конь Е5. Ну, взяли на С3. 2-0. Ну, видимо, ничья. Но я бы, между прочим, на месте Ананда всерьез вообще поборолся бы. Здесь потому что черная ладья заползает в белый тыл. К пешке А2 можно прицепиться. Так что надо... Вот сейчас самое время брать молодого за жабра, что называется. Чтобы он не слишком-то о себе воображал. А то, понимаешь, выиграл матч, побил все рейтинговые рекорды. И старика уже, понимаете, ни в грош не ставит. Нет, нет. Надо все-таки заставлять молодых уважать. Так. Вот задумался сейчас Анант. Кстати, у него есть альтернатива ладья А6. То есть, он думает бить на С3 или побить он туда. За пешкой А2 зайти. Я думаю, и то, и другое должно давать черным определенное преимущество. Но ладья бьет С3 все-таки самое простое. Я бы, скорее всего, все-таки взял на С3. Мне кажется, Анант тоже подумывает именно над этим. Конечно, да, взял на С3. Конечно, возможная победа в быстрой шахмате не является полноценным реваншем. Но все-таки пустяк, а, знаете, приятно. Ну что, ладья С2, наверное, да, простенько. Или можно А6 пока сыграть, форточку сделать. И потом дальше уже заниматься своими плотоядными делами. Так. Так, так, так. Ну хорошо, о футболе я поговорю еще, когда у нас будет какой-то затяжной эншпиль. Кстати говоря, возможно, в предыдущем туре я слишком рано опустил занавес. Там еще партии продолжались. Да, А6 сыграл Анант. Молодец. Аж 4. Ну, я думаю, что у Карлсона есть идея в 3G4 как-то так продвигаться. Но А4 он сыграл уверенно, потому что заранее, видимо, принял такое решение. Но вот сейчас надо смотреть, как черная ладья будет гнаться за белой пешкой. Да. Давайте оточимся на шахматах пока. Я отмечу. Посмотрю пока, как происходит борьба в других партиях. Так. Ну что, Женя. Женя, держись. Неужели после слона А6 ни одного хода не сыгран? Ну, это значит, что Круана просто лезет в цитнот. Ну, выложим его дорожку красным ковриком. Так. Юйен Гой против Ароняна. Вот такая партия. Вот такая позиция. Сложнейшее. Сложнейшее положение. У белых два слона. У черных фигурки прыгают. Не знаю. Я бы предпочел эту позицию играть все-таки белыми. Мне как-то два слона ближе и роднее. Ну, мне кажется, что еще владение пунктом Д5 должно сказаться. Так что Ливону пожелаем удачи. Ну, еще там какие у нас дальше пары сейчас. Раджабов-Морозевич. Это у нас четвертый столик. Сейчас я посмотрю внимательно. Ну, там такая достаточно крепкая и надежная система. Морозевич играет достаточно надежно, но похуже у него. О, тем временем Анант, значит, рванул конем на Е4 и получил Ж4. Вот интересно. Магнус даже вроде бы позиция похуже, а он все равно ищет активную контр-игру. Ж4, слон H7. Так, кстати, вот при слоне на H7, вот что очень приятно, что восьмой ряд висит. А если здесь сыграет ладья Б1, я подумал. Опа! Правильно, Магнус. Молодец. А не ошибся ли кое-кде Анант? Что-то, мне кажется, ход конь Е4 довольно сомнительный. Смотрите, вот была вроде бы у него инициатива, он мог сыграть ладья С2, напасть на пешки. А сейчас неожиданно выясняется, что атакует-то у нас Калсен. Ну, правда, вот ход Ж5. Видите, на удар отвечаем ударом. Во-первых, угроза мата отражена. Теперь король на Ж7 пойдет. И, соответственно, белый слон повисает. Так, минуточку. Минуточку. Вот ощущение от позиции меняется от хода к ходу. Теперь АЖ, АЖ, слон ушел. И ладья С2. И повисает по восьмому ряду все. Может так получиться, что Магнус соблазнился просто от этой возможности. Взял, взял, да. Слон АЖ2. И ладья С2. Ладья С2. Вперед, вперед. Ну, король Ж7 тоже, я думаю, неплохой ход, чтобы, в принципе, уже угрожать какими-то прыжками коньев 2. Но там ладья Б7. Нет, король Ж7 не пойдет. Ладья на Б7 пойдет. С пешкой на Ф7 будут проблемы. Но, тем не менее, вот тот небольшой испуг, который был у меня по поводу судьбы Ананда, он развеивается. По-моему, по-моему, экс-чемпион мира делает все правильно. И, скорее всего, именно на его стороне пока преимущество. Так что, думаю, что все нормально. Но ладья С2, конечно, первейшая идея откушать на Ф2 или на А2. Ну, у белых, соответственно, есть идея поставить пешку на Ф3. Вот. Вот, например, здесь, если сыграть ладья С2. Да, то здесь вот все-таки Ф3 этот ход есть. И куда этот конь пойдет? Конь С3. Ну, в общем, тогда белые ладья уже начнут атаковать черных. Ладья Б8. Ладья Б7. Пешку Ф7 черный, конечно, защитят. Но при этом пешка на А7 может потеряться. Ну, может быть, просто ничья вообще стоит на доске. Знаете, я так думаю, может быть, позиция просто ничейная. И не надо здесь наводить тень на плетень. То есть, ладья Б7, слон Ж6. Взяли на А7, взяли сюда. Ну, размен-размен согласились на ничью. Я думаю, что это самый вероятный исход. Ну, в какой-то степени он в пользу Карлсона. Все-таки остается лидером. Но, с другой стороны, его преследователи наверняка не будут медлить. Он там на заднем плане, видите, как Юенгуй, парень в синей маечке, играет против нашего замечательного гроссмейстера Левона Ароняна. Вот, когда победитель в этой партии догонит Карлсона. Ну, и, соответственно, Круана Томашевский. Ну, так как итальянец с нашим саратовским бойцом делают какие-то ходы, я сейчас попробую переключиться к ним. Приключаюсь, смотрю. Ну, какой-то разменчик произошел. Значит, после хода слон Е6, что произошло? Слон С4. Ну, собственно, это по плану. Конь Д4. Ага, вот угрозу пешке А6 вроде как игнорируем. Конь Д4, взяли-взяли. Теперь слон бьет А6, не последовало. Ну, видимо, там в ответ черные вскоре на А5 съедали, я подозреваю. Конь Б3. Ну, это очень грамотное такое техничное расположение коня. Видите, он блокирует пешку. Пешку А5 подкрепляет. Ладья ФД8. Опять-таки, опять-таки, здесь пешка на А6 жертвуется, идет в расход. Значит, что-то здесь задумал Евгений Томашевский. Так, смотрю на время, у него 6 минут, у Круаны 8. Ну, 8 для Круаны много. То есть, в кое-то веке он не отстает от соперника. Конь Б4. Конь Б4. Ну, что ж, слоны на дороге не валяются. Значит, наверное, возьмет ладьей. Женя, я так подозреваю. Ну, вот если слон бьет А6, вот что дальше? Что дальше? Как здесь? А, так на Е4 висит. Нет, тогда хорошо все. Тогда все хорошо. На Е4 же висит. Нет, надо брать ладьей. Не всяких сомнений. Смотрите, как все складно и удачно. Ну, конечно, можно просто слон Д3 сыграть, не отпуская пока пешку А6. То есть, мы ее видим и хотим сыграть слон Е3. Откинуть черную ладью и потом уже на А6 есть. Я думаю, такая должна быть идея у итальянца. Ну, а Магнус дал шах на Б8. Король Ж7. Сейчас сыграет ладья Б7. И, видимо, что такое? Подождите, а конь на Д2 уже пошел? А, то есть, не ладья С2 сыграл он, а конь Д2. Ну, какая-то хитрость. То есть, не дает белой пешке на Ф3 встать. Видите, ладья на С3. Она держит под прицелом пешку Е3. Пешка на... Пешка белых на Ф2 остается. Может быть, потом... Нет, ну, слон Е4 просто некогда. Потому что на Ф7 висит. Видимо, слон Ж6 играть надо. Да. И что на ладья Б7? Вот любопытный момент. Нет, слон Е4. Смотрите, идет в остроту. Анант хочет поставить мат сопернику. Просто мат. Ладья по первому ряду. То есть, возвращаются решительно. Конь Д2. Ладья Б8. Король Ж7. Ладья Б7. И слон Е4. То есть, отдает еще пешку на Ф7. И по случаю, король Ж8 теперь действительно будет угрожать матом. Причем всерьез. Причем на самом деле. А что на Ф3? Ну, вот. Ну, конь Ф3. А, конь Ф3. Вот оно как. Теперь конь Ф3 на Ф7 висит. А вот если сюда взяли, сюда, 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 взяли, сюда. И потом, если черный заберет пешку А2, А2, тогда могут быть кое-какие неприятности. Так. Ждут котенка Гава там большие неприятности. А зачем они его ждут? Да. Как в песне поется. Так. Не конев-то еще раз повторяю. Значит, берем ладьей. Ну, да. Вот так все сейчас и будет. Куда деваться бедным двум крестьянам? Так. Ну, что. Сразу брать на Е3 или брать на А2. Ну, хорошо. Взяли на Е3. Идем туда. Идем сюда. Ну, пешка А должна дать черным довольно солидную контр-игру. Но вряд ли тут она во что-то выльется серьезное. Скорее всего, должны черные и белые сыграть ничью. Да. Конь Ф3. Вот все идет по указанной программе. Взяли, взяли, взяли. Ну-ка, давайте смотрим. Может быть, здесь сразу ладья А3 сыграть? Ага. Ну, вот усиливает мы вариант Анант. Он просто не тратит времени. Дает шах. Потом, видимо, даст шах на С2. Съест на А2. То есть, его идея как можно быстрее толкать пешку А. Ну, допустим, дали шах. Так. Ну, вот не знаю, куда король должен уходить. Там король Ф1. Взяли на А2. А, здесь слон еще подвисает. А, слон подвисает. Ну, слон Д6. Потом возьмем на Ж5. Так. 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 Ну, здесь хотя бы можно взять на А3, уж раз пошла такая песня. Да, Магнус решил еще подальше королем побежать. То есть, он сыграл сразу король Ф2, да? Потом король Е1. Решил держаться как-то поближе к фиазовому флангу. Кстати, играет на победу Магнус, я думаю. Да. Взял на А2 и слон Д6. Нет, ну вот секундочку. Если, например, если эта пешка действительно опасная, то это, конечно, все оправдывает игру черных. А если белый король успевает побежать на Б1? Сейчас мы возьмем конь Ж5, конь Е6. Откушаем всю капусту у черных, да. И задержим эту пешку. Не приоценил ли свои возможности здесь дедушка Ананта? Вот в чем вопрос. Ну, он, правда, не дедушка, он пока молодой отец. Но, в общем-то, по возрасту уже бывают и такие дедушки. Среди моих знакомых и одноклассников уже есть дедушки-бабушки, причем даже двукратные. Так, А5. Ну, побежала она, побежала босиком по Росе. Конь Ж5. Ну, Магнус понимает, что он ничем-то абсолютно не рискует. Слоната на А3 всегда можно отдать. Ну, что, А4. Что остается? А4, да. И вот тут, мне кажется, белый король просто может подойти вперед, обезвредить эту пешку. Да, вот король в квадрате сейчас встанет. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Вот сейчас нунки момент. Вот, мне кажется, здесь, может быть, король Д1 стоит сыграть. Потому что, ну, хотелось бы, чтобы подстроиться под эту пешку. Пешка Е6 никуда не бежит. Ну, допустим, так, так, так. Вот пока черные не успели сыграть. Допустим, ладя Ж2 и А3. Не, ладя Ж2 слом бьет, А3 можно сделать. Да, то есть, все равно, в принципе, здесь вот выглядит позиция достаточно... А, а так на Е6 мы не возьмем, да? Ну, вот, вот какая-то такая, такую позицию надо получить. И так слом потом встает на Е5 и попытаемся съесть эту пешку на Е6. Ну, вот это идеал для белых. Но, как его добиться и насколько это реально, надо, надо посмотреть. Во всяком случае, здесь белые играют на победу. Ну, король Д1 уже сыграно, да. Ну, правильно, мысль в правильном направлении. Но Анант должен найти какой-то четкий путь ничьей. Ладья Б2. Ух ты какой! Ух ты какой красавчик! Дело в том, что Анант не подставляет пешку под бой, а хочет терроризировать белого слона. Вот такая идея. Смотрите, конь-то на Е6 не берет, тогда ладья Б6 будет. Ай-яй-яй, какой хитрец! Какой хитрец! Молодец, Анант! А что, собственно, угрожает? Может быть, черные собираются просто короля пододвинуться? А как? На король Ж7, конь Е6 шахом. То есть, возникает вопрос, а какой следующий ход черных? Может быть, ладья Б6, слон С5, ну, за белый король подойдет. То есть, здесь не исключено, что надо подпрыгнуть и просто передать очередь хода. Если сыграть король С2, вот король С1, неприятно то, что здесь черные, видимо, зайдут за пешкой. Либо ладья Б3, либо ладья Е2, вот за пешкой. Не, ладья Б3, кстати, самое техничное решение. По-прежнему пешку на Е6 брать нельзя, на король Д2 уже очень сильный ход А3. Ну, как сильно? Конечно, слон бьет А3, конь Е6 дает ничейный результат партии. Ну, вот, видимо, к ничьей собираются свести. Что такое? Что такое? Магнус, да ты что? Лапка, что ж ты сделал-то? Неужели ход ладья Б6 не видел? Ничего не понимаю. А, конь С5 и конь Б4. А, все, извиняюсь. Я уж прямо испугался, честно говоря. Ну, неужели такие зевки делают чемпионы мира? Сейчас конь Е6. А там не будет хода А3 случайно? Минуточку, а на конь С5 А3. Ой-ой-ой, посмотрите на лицо Магнуса, дорогие друзья. Он все зевнул. Он все зевнул. Он зевнул, что на конь С5 он хотел просто съесть на А3. И пешка проходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, чемпион мира допустил глупейший ляп, дорогие друзья. Это похоже на ляп Акинфеева, честно говоря. Ну, вот я, во всяком случае, пока самому чемпиону, во-первых, так кажется. И, во-вторых, мне так кажется, что здесь допущена грубейшая ошибка. Мяч выпускается из рук и просто падает. Падает за лицевую линию. Ай-яй-яй, бедный малыш, бедный малыш, ну что ж ты наделал? Ну, как вчера сказал Фабио Капелло, даже после самой грубой ошибки, великий вратарь остается великим вратарем. Ну, вот это же касается великого шахматиста Магнуса Карлсона. Конь Ф4. Да, просто зевнул человек. Хотел сыграть конь С5, не заметил, что пешка проскакивает в ферзе. Вот так полку Акинфеевых прибыло. Вот теперь в этот ряд стал Магнус Карлсон. Ну что, взяли на Д6. Но теперь у черных есть определенные шансы на победу. Король С2. Ну, вопрос в том, вот насколько пешку А4 удастся ли черным здесь с ней... Ну, кстати, ладья Б6, ну, тогда пешка на Д5. Вот надо отсечь короля от пешки А4, тогда пешка А пойдет. Допустим, так, конь Д5, ладья Б8 и дальше пешка А идет. Ну, с другой стороны, у белых пешек много. Ну, давайте конь С3 сюда. Ну, что дальше? Что дальше? Значит, Е4. Да, да, вот делает именно это самое Ананта. То есть, я рассматриваю... Или ладья Б7. Вот, ладья Б7 ход более техничный, чтобы никто никуда не прыгал. Так, у черных есть шансы на победу. Ясно, что вот эта армяда белых пешек пока никуда не идет. В то время как черные стремятся к цели. Белые будут вынуждены поставить коня на С3, да. И Е4, видимо, надо играть и как-то двигаться дальше. Ну, вот стоит на грани поражения сейчас чемпион мира. Но, может быть, он спасется. Как вчера спаслась и сборная России. Все-таки сборная Кореи оказалась не самой сильной командой. Ушли в оборону, силы причем кончились. Ну, наши их дожали, в смысле, забили один гол. Вот. Потом, кстати, могли забить и второй. Тогда, может быть, вообще ошибка Кенфеева сейчас бы все вспоминали бы с улыбкой. Но сейчас нам не до улыбок. Ну, в общем, Магнус Карлсон, конечно, сейчас себя последними словами кастерит. Но, возможно, удастся им все-таки спастись. Ну, Е4, надо просто надвигать пешки. Это единственный козырь. Надо их подальше продвинуть, чтобы была возможность, во всяком случае, эти пешки где-то сдать за удовольствие съесть пешку А3. То есть, ну, по идее, должно хватить. Для ничьей белым, я думаю, что ничего страшного здесь произойти не должно. Ну, смотрите, какая удивительная аналогия со вчерашним футбольным матчем. Конечно, все мы помним. Ну, те, кто смотрел, помним лицо Акенфеева. Но вот сейчас и лицо Карлсона было во многом похоже. Даже Магнус там так немножко потряс своей гривушкой. Чуть не положил голову на столик, как у него бывало в детстве, когда ему бывало трудно. Но сейчас, мне кажется, он собрался. Должен, окончание вообще Магнус играет блестяще, он должен найти спасение, я считаю. Ж5 можно сыграть. Нет, и Е5 сыграл. Ну, собственно, все, вот эти пешки стоят так красиво, и надо теперь как-то стоять, держаться. Стоять, держаться. Да, вот теперь надо стоять, потому что пешки не двигаются. И вот теперь Магнус, видимо, будет на месте оставаться. Ну, что делать после ладья Б2? А есть какой-то ход после ладья Б2? Вот мне интересно. Ж5, там король Ф5, и начинаем пешки отъедать. Ну, неприятная, неприятная тоже позиция. Может оказаться, что все-таки недостаточно для спасения, потому что, ну, пешки-то будут сейчас падать. Пешки будут падать. Ладья Б4 можно, кстати, попробовать ход. А до пешки А3 добраться еще не факт, что удастся. Ну, там надо короля просто на А2 подвинуть, потом конь на Б3 придет, и все как-то перекроется. Ну, будем надеяться. Я вот сейчас болею за Карлсона только именно из-за налоги, потому что похоже на сборную России. Допустив грубый ляп в удачно складывающемся матче, ну, потом героически будем спасаться. Видите, какие аналогии все-таки по жизни получаются между совершенно разными сферами. И всегда есть место, во-первых, глупым ошибкам, всегда есть место. И, наконец, всегда есть место подвигу. Вот сейчас у Магнуса по расписанию с 36-го хода и до окончания партии у него по расписанию подвиг. Как у Барон Мюнхгаузена от 10 до 12 дня. Так. Ладья Ц7. А не победа ли это, дорогие друзья? Король Д... А! На король Ц2 А2 выигрывала. Поэтому просто обязаны белые сыграть король Д2, немножечко отдаляясь от пешки. Ну, не знаю, ладья Ц7 неочевидный ход. Вот как, на самом деле, все-таки вторжение ладьи по вертикали Б как-то смотрелось более натурально. Там ладья Б4, ладья Б2, ладья Б3. Вот все эти вторжения смотрелись более натурально. То есть, сделал ход ладья Ц7 Анант, а теперь сам думает, а зачем же я это сделал? А с другой стороны, не поздно вернуться сейчас сыграть. Ладья Б7 получится примерно то же самое. Ну, то есть, ничего кардинального не произошло. Надо сходить за пешкой Д4. То есть, ладья Б7, ладья Б4. Самое естественное решение здесь. Потом вот как надо откушать эту пешку и вернуть. Ладья А7. Конь А2 и ладья Б7. Вот какой хитрый. Вот какой хитрый. Хитрый лис. Старый, а? Король Ц3, ладья Б2, конь Б4. Нет. А, ладья Б4. Конь на Б4 не имеет права вставать, дорогие друзья. Смотрите. Король Ц3, ладья Б2. Ну, вот у меня здесь ходы уже так почти не получаются. Давайте так. Конь А2, ладья Б7. Ну, я вот такой вариант рассчитал. Король Ц3, ладья Б2. И если конь Б4, то просто ладья Б4 и сдался. Ну, видимо, здесь придется играть конь Ц1. Единственный шанс. Единственная шансонетка. Ну, кстати, может, достаточная. Достаточная, кстати. А вот как дальше-то? Ладья Ж2, тогда король Б3 сразу ничья. Ну, не знаю. Мудрит как-то. Хитрит и мудрит Ананд. Может быть, тогда не играть ладья Б2. Может, пока король Д5 сыграть. Пока суть до дела. Ну, кстати, здесь тогда Ж5 начинается отвлекающий маневр. Просто отвлечь короля. И король подходит к пешке Б3. Не знаю. Есть у меня такое подозрение, что Ананд с своими сверххитрыми действиями может сейчас победу-то и упустить. Вот видим, как напрягается Магнус Карлсон. Почти как Киржаков вчера. Какие сравнения, да, я нахожу для чемпиона мира. Я думаю, Магнус долго смеялся бы, узнав, что я его сравниваю сначала с Акинфеевым, потом с Киржаковым. Но для наших футболистов, я думаю, это лестное сравнение. Да, с учетом иерархии мировой. В шахматах и, соответственно, в футболе. Ну, правильно, надо суетиться, надо толкаться, пихаться, грызть землю надо. Но добиваться нужного результата. Главный результат на табло, все остальное, в общем, пока не имеет значения. Я не вижу победы, кстати. Не видно победы. Похоже, что вот эти все премудрые действия черной ладьи, ладья С7, ладья А7, ладья Б7, оказались неудачными. Мне кажется, что вот при короле белых на С1, конец С3, надо просто было заходить в тыл. Ладья Д4, первое, что напрашивалось, просто взять пешку на Д4. Ладья Б8, ну вот, начинается, начинается. Ну, попытка передать ход, попытка найти Цукцванг там, где, может быть, его нет. Ну, видимо, Ж5, что остается здесь? У белых, видимо, нет другого способа. Потому что конец С1, там ладья С8, шах, наверное, неприятный будет. Вот если здесь сейчас сыграть, вот здесь после хода ладья, нет, король стоит у нас вот здесь. Здесь ладья Б8, да, если сыграть конец С1, тогда шах неприятный. И на король Д2, мне кажется, где-то ладья С4 может выиграть партию случайно. Пешка подвисает, а конь не может отлучиться из-за А2, там уж совсем плохо дело будет. Так что, скорее всего, надо играть Ж5 и молиться, и просто надеяться на лучшее. То есть так, ну, может быть, просто так, 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 съели и возрадовались. Съели и возрадовались, да? Ну, кстати, давайте насчет радости это подумаем. А, король-то на А2 не попадает? Королю на А2 было попасть. Что же такое-то, радости не получается. Король А4, а здесь дальше-то как? Дело в том, что конь на Б3 приходит, а это следует ход А2. Вообще, как отъедать пешку-то? Ж5, король Ф5, да. Вот, вы знаете, все-таки есть еще нюансы, они не вполне понятны. Так, ой-ой-ой. А, может быть, знаете, может вообще бросить королем вперед пойти? Д5, вы знаете, идет по моей линии Магнус Карлсон, наверное, линия гибельная. Так, так, ну, вот все висит на волоске. Как предсказано Святыми, все висит на волоске. Удивительно, соперники просто повторяют мой скороспелый анализ. Король Е5, но Ж6 надо играть, что делать? Ой, может Магнус погореть. Ой, может погореть, бедолага. Ай-яй-яй-яй. Ну, можно король Д5, в принципе, с той же идеей. Ж7, король Е6. Ну, та же абсолютная идея. Взяли Ж8 Ферст, Ладья Ж8. А как дальше? Ну, правильно, правильно, да. Так, эту позицию будем сейчас изучать. Я просто посмотрю, как Каруана, там жив ли еще или нет. А Каруан, в общем, съел пешку у нашего бойца. Но партия перешла в разноцвет. Ну, сейчас Ж8 Ферст, Ладья Ж8. Король Б4, Ладья Ж3, Конь С3. Но по виду все-таки безнадежная позиция. Вы знаете, похоже, уверенно проигрывает Магнус Карлсон. Где-то он что-то недосчитал. Вот, судя по всему, спасение все-таки было. Вот сейчас Конем на А2. Вот было такое ощущение. Может быть, надо было вообще изменить всю картинку. И надо было как-то Королем на С4. Вот вместо хода Д5, может быть, Король С4, Ладья Б2, Конь С3. И потом делать... Вот знаете, что я имею в виду? Сейчас я просто вернусь. У меня, честно говоря, азарт уже просто. Ж5, Король Ф5. Может быть, так надо было сыграть. Я вот думаю. Сюда. Ладья Б2, Конь С3. Теперь на Ладья С2 Король Б3 вроде бы есть ход. Ну, хотя... А как дальше пешки толкать? Так. Так. И... И в общем... И в общем все. Следующий ход А2. Нет, тоже не получается. Получается, что сейчас пешку-то съесть не удается. Ладья идет на Ж3. Король приближается. А, ну, может быть, там будет трудно пересечь эту вертикаль. Вот смотрите. Король Б4. Так и стоим. И стоим. Так, так. Да? И вот теперь как черным короля-то пододвинуть? Им надо через третью горизонталь короля... Ну, может быть, король просто может обойти ладью через А3 на Ф1. Ну, или, допустим, там поставили ладья Е3, король 6 из Ф3 прибыл. Ну, похоже, что дело техники осталось, если честно. Ну, вот... Вот, получается, что в отличие от сборной России сейчас можем погореть. Король Е5. Ну, правильно. Конь С3. Ну, ладья Е3. Аккуратненько. Ладья Е3. Потом король Е4. Правильно? Ладья Е3. Ну, ладья Е3. Тоже ход как ход. И, в общем, хода король Е3 нет, дорогие друзья. Вот сейчас смотрите на доску. На доску смотрите. Сейчас, я имею в виду на видео, король Е3 А2 сразу сдался. Ну, все. Все. Приходится играть конь Е2, король Е4, король Е3, король Е4. Ага. Вот теперь нет хода. Король Е5. Правильно. Важно не зевать вилку. Потом король Е4. Обходим с того краю. И все. И побеждаем. Бедный, бедный Магнус. Бедный, бедный Магнус. Подвел. Ну, он-то, правда, играет сам за себя. Он страну не подвел. Но вся страна Норвегии, весь мир вообще-то смотрит на своего чемпиона. И, конечно, такое поражение. Ну, очень горькое будет. И проигрывать никому-нибудь будущему матчу за титул. Ну, с психологической точки зрения. Вы знаете, вот вроде пустяк. Вроде пустяк. А очень приятно будет для Нандо. Очень приятно. Потому что все-таки принципиального соперника горчить. Ну, какой-никакой я титул, между прочим, сейчас. Король же Е4. Правильно? Король. Титул сейчас разыгрывается. Я хотел бы напомнить, что Магнус Карлсон в прошлый раз не смог титул завоевать. Второе место было у него в Астане. Он отстал от Сережи Ковякина. И сейчас, видите, его с лидерской позиции свергнет не кто-нибудь, а сам дедушка Ананта. Ай, молодец какой. Тебе так пьет водичку неторопливо. Все понял. Говорит тем самым. Ну что, малыш, допрыгался? Доигрался? Схватил пешку на Е6? Ну, вот теперь расплачивайся. Ну, вообще, окончание-то учебное. Окончание интересное. Ну, король Ф3. Постепенно, мягко, но настойчиво приближаем подушку к голове соперника. И тот задыхается. Мягко, но настойчиво. Ну, а куда деваться? Король через Е1 пройдет, проникнет на Д2. Ходы у белых кончаются. Партия завершается. Конь Д1. Последний швиндель. Вижу последний швиндель. Конь Д1. И если сыграть А2, то конь Е3 шаг, конь С2 ничья. Но там последует холодный ход ладья Ф3. И все эти прелести закончатся. Конь Д5. Ну, вот он. Опять-таки это швиндель. Ладья Ф3. Не надо, не надо нервничать. Все. Ладья Ф3. Аккуратненько. Иди сюда, маленький. Король Ф1. Вот. Король Е1. Ну, белый абсолютно беспомощный. Что уж говорить. Сейчас Магнус просто признает свое поражение. Но это поражение очень полезно. Во-первых, не надо зазнаваться. Во-вторых, надо все-таки... Так. Король Е1. Король Б4 надо сыграть. И вот теперь надо сделать какой-то ход. Король Д2 нет хода из-за... Вот. Ладья Ф3. Подальше. Подальше. Все. Ну, теперь сдача посуды. Происходит. Король С4. Король Д2. Иченый король пришел. Ну, что, Магнус. Пора. Да. Сдался. Ну, это очень полезное поражение для молодого бойца. Век живи. Век учись. Ну, некоторые добавляют, что дракон помрешь. Но к Магнусу это не относится. В общем, очень полезное поражение для молодого чемпиона мира. Ну, а экс-чемпион мира в очередной раз показал зубы и сказал, что шутить с ним не рекомендуется. Смотрим другие партии. Например, Юян Гуй против Ароняна. Или Женя Тамашевского. Давайте мы раз уж начали про Женю. Как там? Ой, а Женя уже проиграл. Женя уже проиграл, кажется. Да, все, уже конец. Круана обыграл Тамашевского. И вы знаете, и Круана, и Анант обгоняют Карлсона. Ну, вот видите, Женя просто сидит и горюет. Сидит и горюет. Партия-то уже закончилась. Но он сидит. Просто вот горе у человека. Такой был шанс. Итак, сейчас два лидера, Анант и Круана. А вот присоединится ли к ним кто-то третий? Вот интересно, третий будешь? Спросил Ароняну Юян Гуя. Вот сейчас давайте переключимся на третий столик, где Аронян Юян Гуй тоже может быть один из лидеров. Ну, Жень, ну не надо так горевать. Жень, ну вставай, пройдись, разомнись. Ну, в конце концов, трагедии никакой не произошло. Ну, проиграл партию. Ничего, бывает. Надо сбросить с себя пыль, смыть кровь. Еще три тура, кстати, впереди. Вот. Вот битва народов сейчас идет. Вы знаете, диаграмма отстает. Я предлагаю диаграмму сейчас убрать. Потому что диаграмма просто не показывает суть происходящего. А мы видим, что у черных лишние качества, но у белых так много пешек, так много пешек, что эти пешки сейчас могут пойти вперед. Это С5, Д6. С5, Д6. Ну, слон, Д1, конечно, есть еще ход такой. Слон, Д1. Тогда Е2. Взяли на Е2. Ну, кстати. А, простите, на Д7 это что? Это конь на Д7? Тогда позиции мне категорически не нравятся. Я просто надеялся, что на Д7 это ладьян. Но нет. Дорогие друзья, выясняется, что здесь у белых... Да, слон, Д1, Е2. Ну, вы знаете, есть кое-какие шансы на спасение у Ароняна. А пешки у него нет. Вот две связанные. Ну, честно говоря, если бы белыми играл Аронян, я был бы уверен, что белые здесь должны победить. Ну, я бы Королев-2 сыграл, конечно, поплотнее. Но китайский шахматист молодой, горячий. Бодрый, посмотрите. Он просто хочет сбить этого коня с насестой, чтобы пешки пошли вперед. Какой же сильный парень это растет. Я, между прочим, вот день назад говорил, что парень, конечно, хороший, но не звездный. В супер-турнирах я его не вижу. А может быть, после этого турнира уже и увижу. Что делать, кстати, на ладья Е7 я ума не приложу. Просто с... А, там ладья Е2, ладья Е3 будет с ловушкой. Ладья Е7, ладья Е3 и на Королев-2 конь Ж4 шах. Ну, вот поэтому надо было все-таки Королев-2 поначалу сыграть. Такая плотность надо было наладить. Ну, хорошо, можно сыграть ладья С7 просто. Ладья Е7 не обязательно подставляться. Ладья, С7 или ладья. Ф4 даже на худой конец. А потом Короля на Ф2 подвести. Я думаю, все равно у белых очень большие шансы на победу здесь, объективно говоря. Ну, вот если сейчас китайский товарищ добьется успеха, то это будет уже серьезная заявка. Кстати, 6 секунд у Йенгуя. Так, флаг. Флаги на башнях. Успел. Успел. Вы посмотрите, 2 секунды осталось. Ну, вот я сейчас думаю, китайские товарищи схватились. О, Ж5. Правильно. Правильно. Надо рвать. Надо рвать. Д6. О, насос. Ну, действует очень жестко. Молодец какой. Какой малыш-то растет там, в китайских степях. Ладья Е2. Король Ф1. Король Ф1. Под связку подставляться не надо. Быстро Король Ф1. Взял на Ж. Нет, ну, АЖ это плохой ход. Конечно, улучшил положение короля. Вот. Мне казалось, надо играть Король Ф1, потом Д7. Там, видимо, белые побеждали. Ну, так тоже, наверное, неплохо. Но он решил, чтобы родина и партия не волновались. Ну, есть тоже такое важное дело. Так, ну, что. Правда, насчет Д7, я думаю, что здесь уже не такая уж и угроза. Потому что там Ладья Д2 будет ход. Ну, в любом случае, Ладья АЖ7 можно сыграть. Вот сейчас Ладья АЖ7 можно сыграть. Но там черные, видимо, сейчас Королем к пешкам подойдут. Есть шансы на спасение у ООО Ароняны. Есть. Давай, Леончик, вперед. Так, ну что, С5 может быть сыграть. С5, АЖ3, Ладья АЖ7, Ладья С2. И там черные просто отъедают эту пешку. АЖ3, АЖ3, АЖ3. Мне кажется, должна партия спасаться. Все должно быть под контролем. Ну, просто убил король неудачно встал. Да, ну, молодец, Леван Джан. Все, все под контролем. Ладья С2, Ладья С2. И откушать эту пешку. Все будет хорошо. Как пела незабвенная Верочка. Ну, упускает китайский шахматист. Колоссальные шансы на победу. Я думаю, что партия была абсолютно выигранной. Но, вот, видите, мало получить выигранную позицию. Надо еще и выиграть. А против элитных шахматистов, когда играешь, они же быстрые, ловкие. Так, ну, сейчас еще и флаг уронит. Шаг. Ну, шаг совершенно бессмысленный в виде хода короля в 6. Вот, я думаю, что здесь уже ничего белым не поможет. Вот, пешку на Ц5 они теряют безвозвратно и безвозмездно. Ну, король в 6 и все. Ну, Леван уже понял, что он контролирует ситуацию. И я думаю, что сейчас железной рукой сведет партию в ничью. Так что отделался легким испугом. Как та лошадь, которую испугал Остап Бендер. Ну, что, бей на Ашты и соглашайся на чье, китайский товарищ. Рука дрожит. Ой-ой-ой. Так. Взяли-взяли. Д7. Ну, простите, Ашты. Аш2. А если Аш2? А если бы он вез патроны? Подождите, он сейчас не проиграет? Это китайский товарищ-то. И что? Слон Ф3. Ладья Д2. С6. Король Д6. Так сейчас просто китайцы проиграют. Ну, вот видите, азарт. Азартный какой. Парамоша. Куда ж ты, молоденький? Куда ж ты, маленький? Так. Король Е6. А, ну, король Е6. Ладья Беда Д7. Король Д6. Это я пошутил, извините. Там Д8 ферз. А, в общем-то, угрожал С7. Да. Ну, и просто Ладья Беда Д7. Ладья Беда Д7. И у нас получается ничья. Ну, над чем думает Леван? Он думает над ходом Ладья Д6. Знаете, может быть, поиграть еще на победу. Может быть, маленького-то все-таки обидеть. Ладья Д6. Если С7, то король берет на Д7. А так, в принципе, хотим короля через Е7 на Д8 вывести. Давайте, сейчас, посмотрим внимательно. Кстати, ничья никуда не убежит. Ладья Д6. Король Ф2. Король Е7. Король Ж2. Не, ну, ничья, конечно. Ничья. Там белые тоже успевают этой пешкой заменяться. Хотя там будет шах на Д2. Да, да, да. Играет Леван. Играет на победу. Вот мог сейчас зафиксировать ничье. Итак, король Ф2. Король Е7. Король Ж2. Ладья Д2 шах. Проверочный. Король Х1. Король Д8. Слон Ж2. Все равно рыба. Ничья абсолютно битая. И не, не... Да, ничего нельзя сделать. Ну, ладно. Ничья так ничья. Так. Видите, рука-то дрожит. Рука дрожит. Перепугался страшно. Ну, еще тут перепугаешься. У тебя, во-первых, время кончается. Во-вторых, такие неожиданные события происходят. У страха глаза велики, как известно, особенно в цейтноте. Поэтому, ну, все возможно. А может быть, сыграть Ладья А6, я думаю. Не Ладья Д2, а Ладья А6. А как там будут белые вынимать эту пешку? Ну, правда, прогресса добиться невозможно. Там белые стоят просто. Ладья Ф6. Ох ты, какой хитрющий ход. Какой хитрющий ход. Так. Ну, Слон Е4 или Слон Д5, наверное. Слон Д5. Ну, я не верю, что здесь можно что-то добиться. Конечно, ничья стоит абсолютно битая. Белые все-таки контролируют эту пешку. Но вот... Повезло китайскому товарищу, что сейчас у него есть 20 секунд. А если бы оставалось 10 секунд, мог бы здесь, конечно, и что-нибудь придумать. То, чего нет. Да, ну, ничья стоит все-таки. Ладья Е6, Слон Д5. То есть, у Слона есть место. Ладья Ф4, но Слон Д5. И что дальше? Что дальше, Ливон? Что дальше? Давай. Так. Ну, в общем, хватает. Кольчушка оказалась не коротка. Да, Слон Ф3. И, в общем, видите, Ладья может взять только два поля, а у Слона есть три. Вот такая вот... Такая надежда на спасение. И она оправдывается. Ладья Д3, Слон Е4. Да, ну, здесь все очень уж просто. Здесь нет никакой высшей математики, а есть, в общем, арифметика на уровне первого класса. Так что все здесь под контролем у обеих сторон. Так что эта партия закончится сейчас в ничью. Но если там какие-то партии будут продолжаться, я с удовольствием продолжу репортаж. Ладья И3, Слон Д5. Ну, нельзя не отметить, во-первых, напор китайского товарища. Все-таки он переиграл Ароняна и получил выигранную позицию, выигранное окончание. Но не хватило у него техники, не хватило выдержки. Видно было, что нервная система у китайского товарища находится буквально на взводе. Из последних сил он там в цветноте держался. Но не проиграл, и то молодец. Ну, а Ливон продолжит погоню за лидерами. А лидеров у нас, дорогие друзья, сейчас двое. Это стабильнейший игрок Керуана и великий Анант. Великий Анант, как тот лесник, пришел и всех прогнал из леса. То есть, пришел и прогнал никого бы то ни было, а самого чемпиона мира. И сам стал лидером. Ну, вот я говорил вам в первый день. Обычно комментатор, если что-нибудь скажет, так это обычно судьба потом проверяет. Я сказал, что в наше время ему, конечно, уже тяжело соперничать с молодыми соперниками. И я напоминал вам, что 10 лет назад, 10-15 лет назад, Анант был объективно сильнейшим игроком в мире по быстрым шахматам. Включая Каспарова, Крамника и всех остальных. Так вот, возможно, времена возвращаются. У Ананта сейчас воскрес. Анант снова почувствовал молодую энергию. Что, неужели у нас пустой зал уже? Если пустой зал, то я прощаю. Нет, еще кто-то играет. Нет, еще не время отдыхать. Смотрим. Смотрим. Это, кажется, Вадик Милов. Вот справа наш уфимский товарищ Вадик Милов. А слева это Андрей Волокитин, украинский боец. Молодец. Так, ну, что касается молодца, то у него лишняя пешка. Да. Ну, вот непростая оборона здесь у белых. Хотя, конечно, черному королю-то некуда деваться от шахов. Да, ладью надо увести. Вот это правильно. Ладью увести, но там с пешкой в 7 есть проблема. Слева вот позиция черных. И видим, что пешка Е лишняя. Вот теперь на... А что делать на ладья А7, например? Куда? Как, собственно, эту пешку поддерживать? Нет, ладья Ф8 играет Вадим. Ну, может быть, король Е6. Может быть, с этой стороны как-то защищаться. Ну, бросать пешку на Ф7 на произвол судьбы нет смысла. Там, конечно, будет ничья. А, он отбрасывает белого короля. Ну, это, наверное, полезно. Такой маленький нюанс. Но эти нюансы, они все имеют большое значение. В ладейных окончаниях нет мелочей. Ну, вот здесь все-таки придется пешкой Ф7 заняться. Белый король, видимо, вернется. Да. И белый король возвращается, скажем, на Е3. Да. А надо или на Ф3. Теперь играть король Д4 бессмысленно из-за ладья Д8 шаг. Ну, в общем, пока не видно шансов серьезных на победу у черных. Потому что вот у белых есть контр-игрушка, связанная с давлением на пешку Ф7. Ну, можно постоять, немножко походить. Ну, Ж5. Вот интересно, можно ли играть Ж5? Вот это любопытный момент. Потому что если сыграть Ж5, вот, может быть, есть опасность того, что черный король на Ф5 проникнет. А, в общем-то, это заманчиво зафиксировать слабость на Ф7. Я не знаю, думаю, может быть, черным короля... Да, вот короля надо ввести в другие края. Так. Король Ф6. Король Ф6. Вот туда, туда. Вот, хорошо. Следующий будет шаг на Д3. Так. Вот теперь шаг на Д3. И ладья по четвертому ряду. Так. И ладья идет по четвертому ряду. Вот черным как-то надо короля приблизить к пешке на Ж4. Но белые им этого не дают. Обратите внимание так. Ну, это у нас панорама зала. Ну, никого уж нет. Обезлюдила площадка. Осталось два последних бойца. Но они, видимо, позволят мне поговорить о футболе. Да. Ну, вот. Считайте, что я ждал этого момента. И буду говорить сейчас о сборной России. Ну, вот, что потрясло меня во вчерашнем матче, дорогие друзья, это то, что сборная России оказалась ниже ростом, чем сборной Кореи. Еще раз вдумайтесь. Сборная России ниже ростом, чем сборной Кореи. Вообще, когда такое было? Вот. Ну, корейцы не самый высокорослый народ в мире. Я, конечно, понимаю, вот если бы мы встречались с немцами, с голландцами, с бразильцами. Они традиционно атлетичные, высокие такие гренадеры. Ну, не знаю, у нас в России всегда, в общем, были здоровые мужики. Но тут как-то получается странный подбор футболистов. Что у нас, в общем, такие юркие живчики. Но в результате получается так, что подпрыгнуть, подпрыгнуть и достать мяч, летящий поверху, оказалось некому. Над штрафной площадкой корейцев было очень много хороших подач. В частности, Камбаров отличился. Вот у него есть хорошая подача. Он подает по такой траектории, которая удобна для нападающих. Ну, тех, кто может подпрыгнуть. И неудобна для вратаря. Она такая уходящая по дуге. Так вот, эти подачи шли. Кстати, я отмечаю ход Е5-Е4. Это важный момент, потому что перешел в наступление Волокитин. И, кстати, правильно сделал. Но наши нападающие, то есть Кокорин, Кержаков, другие игроки группы Атаки, оказались просто не способны подпрыгнуть и сыграть головой. Ну, как тут не вспомнить незабвенного Артема Дзюбу, который, играя за Ростов, наколотил 17 мячей. То есть, что-что, а подпрыгнуть как следует и сыграть в воздухе, это Артем умеет. Ну, почему не взял его Дон Фабио Капелло? Это отдельная тема. Об этом писали все спортивные журналисты. Ну, все очень просто. Не сошлись характерами. Артем Дзюба не лезет за словом в карман и всегда способен дать оценку тренерам и тренеришкам. Это удается у него особенно хорошо, но я думаю, что Дона Фабио он все-таки не обижал. Так, а вот сейчас, кстати, могут обидеть Дона Вадима Милова, потому что пешка-то висит. На Король Ж3 последует ход Ф5. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, там, кстати, надо смотреть варианты после шаха. Так, шах. Ну, там вот не так-то еще все просто. Так, если король Е5. Допустим, если король Е5, очень интересно, как там будут спасаться белые. Так. Король, ладья Б5, король Ф4. Ладья, да, и что, на Ф5. Прости, прости, Вадик. А, там просто будет море шахов. Правильно. Как только король идет, тогда король Ф4. И на ладья Ж4, король Б3, Ф5. Ну, наверное, спасаются еще. Белые, если, конечно, если все это справедливые рассуждения. Ну, давайте посмотрим. Да, ну, наверное, спасаются. В общем, все близко, близко. Но ход Ф5 не выигрывает, во всяком случае. Ну, сейчас король Ф4 есть ход. Король Ф4. Ну, видимо, Андрей сейчас уже бросит на произвол судьбы пешку Ф7. И будет просто толкать свою пешку вперед. Ну, вряд ли эта позиция выигрывается. И так, на мой взгляд, Дон Фабио все-таки допустил стратегическую ошибку. Не взял высокого, высокого таранного форварда. Ну, или не поставил его в строй. Там есть еще Максим Канунников. То есть, есть там, ну, ребята, которым можно было поставить в атаку. Кстати, если помните, ближе к концу там был розыгрыш стандарта, где пришел в штрафной Василий Березуцкий. Ну, вот он легко перепрыгнул всех корейцев, вместе взятых. И попал по мячу, но не попал по воротам. Но, извините, Березуцкий и Игнашевич, они все-таки стоят, это у нас центральная защита, это броня. Но не могут они все время быть там, бегать в штрафную площадку. Они уже не молодые ребята. И им надо исполнять свои непосредственные обязанности. Вот. Ну, здесь шах на Б3, конечно, надо делать Вадику, я думаю. Вот, вот, брать на Е4 не рекомендуется, злодя бюджет 4. Ну, ничья стоит на доске, что тут говорить. Вот. В общем, получилось так, что первый стратегически важный матч мы потеряли два наиважнейших очка. И теперь ситуация в группе для нас неблагоприятная, дорогие друзья. Потому что бельгийцы вчера в мое отсутствие, я уже ушел из эфира, все-таки забили два мяча Алжиру, выиграли. И вот теперь я с ужасом думаю, что будет, если Корея обыграет Алжир. Понимаете? А мы, ну, есть большие шансы нам проиграть Бельгии в следующем матче. И тогда ситуация просто окажется аховой для нас. И нам надо будет побеждать Алжир с большим счетом. Надеяться, что Бельгия обыграет Корею, исполнил свой спортивный долг. Кстати, я хотел бы отметить регламент Чемпионата мира. Там при равенстве очков считается просто общая разность мячей. Не только среди тех, кто делит это место, но общее. То есть, здесь вот если есть одна команда аутсайдер, вот кто крупнее обыграет аутсайдер, тот и молодец. Вот, да. Ну, здесь Белые заняли очень хорошую оборонительную позицию в шахматной партии. Да. Ну, просто ладья идет на Д4, съели на Е4. Ничья. Я думаю, что сейчас закончится это наше лирическое отступление. Ну, а сборная России по футболу я буду продолжать говорить. Да, согласились на ничью. Ну, молодец Вадим Милов. Советская шахматная школа не дал себя одолеть. Хотя были тревожные моменты. Итак, дорогие друзья, закончился 12-й тур. Лидирует Круан и Анант. Продолжим наш эфир через некоторую паузу. Продолжим наш эфир через некоторое видео.